Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Гадание на кредитах. Польша отказалась от денег МВФ. Украина надеется на новый транш. Дадут ли? А деньги где? В Днепре не могут закончить ремонт самой большой набережной в Европе. На что потратились? Культурный шок. Израиль вслед за штатами выходит из ЮНЕСКО. За что организацию хотят посадить на голодный паёк? Непочётный гость. Визит Трампа в Великобританию понизили в статусе. Где не примут президента? Украина рассчитывает получить новый транш кредита от МВФ уже до конца этого года. Об этом в Вашингтоне сообщил журналистом министр финансов нашей страны Александр Данилюк по итогам визита в США. О чём договорились, выяснил мой коллега Дмитрий Анопченко. За эти дни в Вашингтоне украинская делегация провела больше ста встреч. А сам министр финансов порядка 50. Практически личный рекорд установил. Осенний саммит МВФ. Возможность неформально переговорить со многими из тех, с кем официальные переговоры можно месяцами согласовывать. Тут и еврокомиссар по торговле, и министр финансов Германии, и у всех них тоже были и переговоры по Украине. А основная встреча с руководством МВФ прошла накануне. И по её итогам украинский министр сегодня заявляет, очередной транш кредита страна сможет получить уже в ближайшие месяцы. Мы сейчас не в той ситуации, когда месяц, два, три, что-то меняем. Мы достаточно долго работали на том, чтобы подселить нашу экономику, чтобы сейчас рассчитывать дни, месяцы. Не в этом вопрос. Вопрос в том, что сейчас нам важно принять закон о приватизации, нам важно найти справедливую формулу на газ. А когда мы всё сделаем, тогда вопрос от раньше – это уже техническое вопрос. Но эти вопросы важны в первую очередь для нас, для влады в Украине. Одно из ключевых условий для этого – цена на газ для украинцев. А точнее формула, по которой её должны рассчитывать. В делегации сказали, общее понимание с МВФ сейчас есть, но механизм пока не готов. Его ещё предстоит дорабатывать и согласовывать. А значит, и какой будет цена, пока сказать нельзя. А вот все сообщения в прессе о том, что если, дескать, Украина с фондом тут, в Вашингтоне не договорятся, то страна может в принципе отказаться от сотрудничества с МВФ. А об этом со ссылкой на источники в Киеве агентство Reuters написало. Министр опровергает и весьма эмоционально. Стосовно деяких джерел, перемовини з МВФ веде министр фінансов. Наближених людей до цих переговорів, які могли б так прокоментувати, я не знаю. Не знаю. Тому у нас джерел може бути багато. В принципе, 42, 43, 44 млн. Я відповідаю за ці перемовини. І ми працюємо на те, щоб ми продовжували нашу співпрацю з МВФ, тому що це є незвичайно важливо. Так що в ближайший місяць в Києві тепер стоит ждать миссію Международного валютного фонда. Якщо її устроят показатели бюджета 2018, а приємливую для Києва газовую формулу к этому моменту тоже сформулирують, то Совет директорів може розсмотреть український вопрос еще в декабре. При цьому фонди собєтують, времени мало, щоб вложитися в сроки, потрібно поторопитися. Із Вашингтона Дмитрий Анупченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканала «Интер». І більше не хочеть денег от МВФ Польща. Страна отказалась брать очередной транш в размере 9 млрд. долларов. По словам министра финансів, государство теперь може себе це позволити. Госбюджет Польщи с начала этого года перевыполнен почти на 1,5 млрд. долларов, во многом благодаря резкому росту поступлений от налога на добавленную стоимость. Поскольку ВВП этой страны вырос на 4%. Молодых людей, задержанных накануне во Львове, сегодня отпустили. Несколько десятков человек попали в полицию в День защитника Украины после попытки устроить массовую драку. У них изъяли цепи, кастеты и ножи. В Киеве марш славы прошел намного спокойнее. Обошлось без столкновений и провокаций. Все подробности узнаем от Богдана Вербицкого. Около 20 тысяч митингующих, 5 тысяч полицейских и марш по центру Киева. Так отпраздновали День защитника Украины националисты. На митинг собрались люди со всей Украины. Ранее подобные марши редко проходили без провокаций столкновений с полицией. В этом году инцидентов удалось избежать. Сейчас, уже последние годы, все происходит абсолютно спокойно, потому что, в основном, нет никакой противодействии, даже попробуй никакой противодействии. Практически почти все националисты вчера были единственные, как единственный кулак, и выступили с единственной позицией, и засвечивали свою единство, свою союзническую współпрость. Он собрал, ну, как минимум, больше 20 тысяч участников. Правда, по подсчетам МВД, митингующих было в два раза меньше. Впрочем, правоохранителям все равно пришлось работать в усиленном режиме. Цего раза до правоохранителей у нас, в принципе, особенного зауважения, особенных вопросов не возникало. За то, что они получают заработные платы наших податков с вами. Все прошло без каких-то зауважений, проблем. Там доповедали, что было какие-то затримания, какого-то хулигана. Ну, это и обычные процессы подчас подобных заходов. Марш в честь Дня защитника Украины собираются проводить и в следующем году. Организаторы надеются, что участников будет еще больше. Наступный год тоже будет проходить. Это должна быть традиция. В зоне АТО-9 обстрелов с начала суток. Боевики переключились с Донецкого на Луганское направление. Под огнем оказались позиции армейцев в Трехизбинке и Новоалександровке. Ранен один боец. В Донецкой области стреляли в районе Горловки и Мариуполя. А вот под Авдеевкой, пользуясь неожиданным затишьем, украинские военные окапываются. Подробнее о ситуации там, мои коллеги. Несколько квадратных километров уничтоженных артиллерией дачных участков. Это позиции под Авдеевской промзоной. Одна из самых горячих точек зоны АТО. Последние сутки тут, по словам военных, прошли спокойно. Спокойно – это когда по ним работали орудия мелкого калибра. Пулеметы, подствольные гранаты и гранатометы. Обстрелы были с мелкокалиберного оружия. То есть ПКМ работал, утес работал, стрелкотня была. Воги кидают частенько. Ну, в принципе, раненых нету, двухсотых тоже. В основном обостряется ночью. Днем не было, а вот к вечеру, как начали сумерки, начинались, сразу же начались обстрелы. А эти позиции находятся на несколько километров западнее, в поселке Пески. 217 метров. Ну, стреляют в основном крупнокалиберными пулеметами. Логами закидывают. Вот сегодня ночью по этой позиции РПГ прилетело. Когда ответку не даешь, нагляют часто очень. Надо так прибывать их, ну, спеть, да? Да, надо их, ну, успокаивать. Когда не стреляют, пехота зарывается в землю. Сотни метров окопов появляются каждую неделю. Тут даже особый термин придумали. Контракторы. А вот контракторы, это соединение каких слов? Контрактники, тракторы. Ну, то бишь, все считают, что тут много заработчан. Честно сказать, тут, ну, есть хлопцы, которые не домой отправляются, а из дома тянут гроши. Тут, в целом, стоят хлопцы, те, кто не заработчане. То бишь, те, которые пришли сюда ради того, чтобы это до них не пришло домой. Кому приятно, когда на месте хаты будет вот такая руина? Чи кому приятно, кто будет городом, так вот портит такими туннелями? Если же говорить в целом, сейчас на фронте позиционная война. Четыре раза боевики за тиждень застосовывали минометы калібру 82 мм. Большинство было на Луганскому и Приморскому направлениях. Обстрелы были недовготривальны, наши военные отвечали. Именно поэтому, я думаю, что обстрелы и были недовготривальны. Но, в целом, в среднем, мы фиксируем близко 20 обстрелов за добу. В целом, тенденция проглядается такая, что враг фактически демонстрирует вогневую присутность на линии размеживания. Но главное, за эту неделю никто из украинских военных не погиб. Евгений Пахальчук, Руслан Смещук и Руслан Ревюк. Подробности телеканал Интер. Тяжело в учении и легко в строительстве. Во Львове курсанты Академии сухопутных войск вместо пар ремонтируют квартиру руководства вуза. Кто заставил студентов работать и что им грозит в случае отказа, знает Галина Якушко. За этой дверью идет ремонт. Пятеро парней в рабочей форме с валиками и шпателями сидят на стройматериалах. По квартире разбросана военная форма. На ней шевроны Академии сухопутных войск. Молодые люди сознаются, они курсанты. Вы курсанты Академии сухопутных войск? Да. С какого курса? Другого курса. Проживаете где? Проживаете? В гуртожитку, да? На территории Академии сухопутных войск, да? Квартира на третьем этаже старого дома, недалеко от центра. Площадь не менее 100 квадратов. Соседи открыто говорить боятся. Не на камеру рассказали. Последние две недели курсанты приходили регулярно. Причем целыми группами шумели, носили стройматериалы. Со вчерашнего дня их здесь не видели. Попасть в квартиру нам не удалось. Кому принадлежит жилье, соседи не знают. Квартиру выкупили два года назад. С тех пор там никто не появлялся. Впрочем, автору нашумевшего видео удалось узнать, кто хозяин. Это квартира заинтересована на одного из высокопосадовцев, академика в области радиочастот, по-моему, так. Так, вот, эта информация сейчас уточняется, але попередняя она вот такая, что это людина, яка бы могла иметь безпосереднее отношение до навчального процесса этого заклада. Военные эту информацию опровергают. Говорят, курсанты проходили практику на одном из автотранспортных предприятий Львова. Там неизвестный мужчина предложил подзаработать. За день платил по 300 гривен. Это почти месячная стипендия. В АТП нам рассказали, что действительно приняли на практику 14 человек. В первый день провели инструктаж, а уже на следующий часть студентов отсутствовала. Сейчас служба правопорядка вооруженных сил проводит проверку. Результаты передадут в военную прокуратуру. Но пока куратору практики грозит выговор, а студентам поучительная беседа. Галина Икошко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. В Закарпатье полицейского поймали на взятки в 500 долларов. По данным местной прокуратуры, замначальника Тяческого отделения полиции брал поборы за закрытие уголовного дела. Он задержан, суд изберет меру пресечения и если вину правоохранителя докажут, то ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Пластмасса за 90 тысяч гривен. Фотозону «Я люблю Ужгород», который установили для гостей города, туристы залюбили буквально до дыр. Конструкция потрескалась и местами совсем проломилась. Кто виноват? Те, кто сэкономили на материалах или те, кто чересчур активно фотографировались? Разбиралась Марина Коваль. Я люблю Ужгород. Красное сердце между полутораметровыми белыми буквами. Такую конструкцию для фотозоны установили на площади возле городского совета. Но сооружение не простояло и двух недель. Кто виноват? Производитель или материал некачественный? Или же виновны фотомодели, которые постоянно пытаются вскарабкаться наверх? Мнения горожан разделились. Конструкция хорошая, возможно, не для того, чтобы на ней фотографироваться. Какого-то плану, напевно, зловживания залезти на конструкцию, потому что каждый человек должен понимать свою вагу. У всему свете такие конструкции делают антивандальные. То есть металевые, потому что вандалы есть у всему свете. Или в Африце, или в Европе, или в Украине. То есть она должна быть металевая, чтобы хотя бы 20-30 лет она терпела наших людей. Конструкцию изготовили из пластмассы по заказу коммунального предприятия Ушфест. Фотозона обошлась городу почти в 90 тысяч гривен. Эксперты говорят, слишком дорого, и материал использовали непрочный. Если взять табличку из этого материала, плоскую, поставить где-то на солнце, то она через полгода просто пьет хвилем. Потому что это пластмасса, которая поддается температурным расширениям. Зазвычай, используется алюминиевый композит. Проект, который мы проработали для города Мукачево. По моему проекту получалось порядка, возможно, 20-30% дешевше. Ну, это в межах, наверное, 60-70 тысяч гривен. Фирму, которая обустроила фотозону, выбрали без конкурса. Руководство коммунального предприятия говорит, решение об установке конструкции ко дню города приняли за несколько недель до праздника. Времени на поиски производителей не было. Обратились к фирме, с которой работали ранее. Там согласились выполнить все в сжатые сроки и использовать пластмассу. Все обвинения в финансовых злоупотреблениях отвергают. Менять материал конструкции на коммунальном предприятии пока не планируют. Сломанные буквы обещают восстановить. Правда, сколько еще простоит фотозона, неизвестно. Гарантийных сроков никто не дает. Никаких предупредительных табличек, что эта часть не выдерживает весь человека и может сломаться, тоже нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. А в Днепре подрядчики провалили ремонт самой большой в Европе набережной. Строительные работы оценили 80 миллионов гривен. Половину денег получили, но объект так и не сдали. Куда ушли эти деньги, разбирались мои коллеги. Игровые площадки, фонтаны, цветочные аллеи, просто сказочная пешеходная зона и долгожданная велодорожка. Согласно проекту, реконструкцию должны были провести на участке набережной от Мерефа-Херсонского моста до улицы Космической. Но красивая картинка таки осталась на бумаге. Вот реальность. Газоны разрыты, из-под земли торчат шланги от поливочной системы, установлены бордюры. Это все, что за год успели сделать местные жители. Говорят, это и не странно. Техники рабочие тут не частые гости. В последний раз я ее видел где-то месяца два назад, наверное. Вот это. Ну вот взрывали вот это все бордюры, это все сделали. А, не, один раз я еще видел на прошлой неделе, там был трактор, колодцы ставили. Ну и все. Общественники посчитали, фирмоподрядчик Мастерстрой уже получил из городского бюджета почти половину сметы. 37 миллионов гривен. Первый платеж на 10 миллионов прошел 25-го, 10-го. Но после этого у нас были следующие платежи. Второго, 02-го еще 7 миллионов. Опять же, как аванс на покупку материала. После этого был у нас платеж уже 28-го апреля на 8,5 миллионов. Набережную начали благоустраивать еще в прошлом году. Запланированного на ноябрь открытия так и не произошло. Горсовет в срочном порядке расторгает договор с фирмой Мастерстрой. С нашей стороны поступали письма о том, что они срывают сроки окончания ремонта. Они выбились из графика. И в связи с этим было принято решение расторгнуть договор. По цифрам не готов сказать, но договором на штрафные санкции предусмотрены. Но активисты сомневаются, что фирма-подрядчик понесет ответственность. У нас получается около 37 миллионов гривен, которые уже заплачены подрядчику, но при этом работа там сделана процентов на 20-30. Реальность такова, что сейчас привлечь данную компанию к ответственности крайне сложно. Еще один строительный провал в Днепре – капитальный ремонт центрального моста, говорят активисты. Его проводит компания Мастер-Профи. Она принадлежит той же торговой группе, что и Мастерстрой. Из городской козды на ремонт моста планируют потратить 250 миллионов гривен. Деньги, как и набережную, фирма-подрядчик получает регулярно, но и тут за строительными работами тяжело. Мы 80 миллионов, а скорее всего даже больше, уже потратили. При этом у нас нет никаких гарантий того, что работы будут выполнены в срок. Нет никакой ответственности материальной, в том числе, за это. Работать начали еще в марте. К декабрю этого года обещали закончить, но теперь сроки сдвинулись на декабрь 2018 года. Любовь Куклы, Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Нидерланды могут отказаться от закона о референдумах. Отменить эту норму хочет новая коалиция во главе с Марком Рютте. Почему и кто против, знает Елена Абрамович. Марк Рютте собирал коалицию, рекордный для страны срок, целых 7 месяцев. А когда наконец сформировал ее на этой неделе, начал устранять моменты, которые приносили слишком много проблем. Предыдущие два срока его премьерства. Среди них закон о консультативном референдуме. Приняли его в 2015 и на практике использовали всего лишь раз. Провели голосование о ратификации соглашения в ассоциации между ЕС и Украиной. Народ проголосовал против, что доставило массу проблем и голландскому правительству во главе с Рютте, и Евросоюзу. Хоть статус референдума консультативный, проигнорировать мнение граждан власти не могли и вынуждены были выкручиваться. Ратификация соглашения приостановилась, пока Рютте не придумал разъяснительную декларацию к нему. Теперь коалиция подумывает, как отменить закон, который позволяет проводить такие референдумы, пишут голландские СМИ. Впрочем, инициаторы голосования против ассоциации уже заявили. Сделают все, чтобы сохранить этот закон. Готовы даже пойти, цитирую, на организацию референдума по вопросу отмены референдума. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Австрия выбирает новый парламент. Выборы эти досрочные, главные баталии развернулись вокруг миграционной политики. А главная интрига, получит ли Австрия самого молодого канцлера в истории этой страны. Себастьяну Курцу 31 год. Обо всем подробнее. Татьяна Лагунова. Участок, на котором голосует Себастьян Курц в осаде журналистов. Самый молодой министр иностранных дел в истории Австрии может стать еще и самым молодым канцлером страны. Курцу 31 год и его австрийская народная партия фаворит предвыборной гонки. Во многом благодаря жесткой позиции Курца в вопросе миграционной политики. Я проголосовал и надеюсь, что то же самое сделают и остальные граждане Австрии. И, конечно, я надеюсь на хороший результат, который даст возможность изменить страну. Канцлер, действующий социал-демократ Кристиан Керн борется скорее за второе место. Хотя всячески пытается продемонстрировать оптимизм и боевой дух. Я очень расслаблен. Утром был на пробежке. Вечером планирую праздновать. Праздновать планируют и австрийские ультраправые. Партия Свободы, политическая сила, которая требует вообще не принимать беженцев, снять санкции против России и признать аннексию Крыма может набрать более 20% голосов. А это заявка на вхождение в правительственную коалицию. Австрийские политологи, впрочем, очень осторожны в прогнозах по поводу результатов выборов и возможных коллекционных союзов. Из 6 миллионов избирателей более миллиона заявили, будут принимать решения в последний момент. И их выбор может кардинально изменить политическую картину. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И уже есть первые данные экзитполов. Партия Себастина Курца выигрывает эти выборы. У нее более 30% голосов. На втором месте социал-демократы во главе с действующим канцлером. У них 27% и ультраправая партия замыкает тройку лидеров. За них отдали свои голоса 26%. Израиль выходит из ЮНЕСКО. Это структура ООН, которая занимается вопросами культуры и науки. МИД страны уже готовит необходимые документы. Решение это приняли сразу после того, как о выходе из организации объявили Соединенные Штаты. Из-за чего такой демарш, расскажет Сергей Ауслендер. Отношения Иерусалима и ЮНЕСКО обострились уже давно. Фактически весь последний год Израиль отказывается перечислять деньги этой организации и приостановил с ней все виды сотрудничества. Последней каплей стала резолюция, признавшая храмовую гору в Иерусалиме, мусульманской святыней, отрицающая связь евреев с этим местом. Именно на храмовой горе находился иудейский храм, разрушенный римлянами. И там же находится знаменитая стена плача, главная еврейская святыня. ООН обязана хранить мировое наследие, но ЮНЕСКО, казалось бы, мировая организация, снова и снова издевается над этим наследием самым абсурдным образом, когда отрицает связь еврейского народа с нашей вечной столицей Иерусалимом. Эта организация позволяет пропагандировать ненависть со стороны палестинцев. ООН поручена соблюдать права человека, но она дает самим нарушителям прав человека обвинять Израиль в нарушении этих прав. Отношения Израиля и разных международных организаций всегда были весьма натянутыми. Та же ООН за последние годы приняла немало резолюций, которые в еврейском государстве были восприняты весьма негативно. Поэтому Иерусалим все время обвинял организацию объединенных наций и ее структуры в предвзятости, но сделать особо с этим ничего не мог до тех пор, пока американским президентом не стал Дональд Трамп. Тот сразу взял курс на поддержку еврейского государства на международной арене и назвал действия ООН вопиюще антиизраильскими. Услышав это, почувствовав такую поддержку, в Иерусалиме, что называется, осмелели и пошли вот на такие крайние меры. Я напомню, что выход США из ЮНЕСКО грозит этой организации весьма серьезными финансовыми проблемами, потому что Вашингтон оплачивал примерно четверть расходов агентства. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Без красной дорожки и чая с королевой. Визит американского президента в Великобританию все же состоится, но его понизили в статусе. Вместо пафосного государственного приема Трампа ждут рабочие встречи в рамках Евротура. Где точно не примут Дональда Трампа? В материале Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Еще в начале года новоизбранный президент США получил официальное приглашение от Ее Величества посетить Великобританию. Послание от Елизаветы Второй лично передала премьер-министр страны. Тереза Май стала первым лидером иностранного государства, посетившим Дональда Трампа в Белом доме. И в прессе еще долго говорили об особо теплых отношениях между ними. Конечно же, имея в виду сцену, когда лидеры держались за руки, спускаясь по ступенькам резиденции. Вот только в самой Великобритании оказалось немало тех, кого приглашение Трампа возмутило. Петиция против приезда президента собрала рекордное количество подписей. Почти 2 миллиона десятки тысяч британцев выходили на протесты в центре Лондона. Их возмутили первые решения Трампа на посту главы государства. Это антимиграционная политика и выход из климатического соглашения. Протестующие считают, что Трамп не заслуживает высокой чести обедать на государственном банкете в Букингемском дворце. Далеко не в восторге от американского президента и мэра Лондона. В условиях запретов для мусульман изменений миграционной политики многие британцы не соглашаются с решением Дональда Трампа. Поэтому мы не можем принять его на государственном уровне. Конечно же США наши близкие партнеры. Но суть особенных отношений в том, что мы как друзья, которые в случае несчастья стоят плечом к плечу. Но когда один из них ошибается, то друг ему говорит об этом. И по поводу многих, очень многих вещей Дональд Трамп ошибается. Очень долго правительство противилось общественному давлению. Приглашения так и не отозвали. Но похоже в конце концов все же прислушались к голосам протестующих. Стало известно, что визит Дональда Трампа состоится в начале следующего года. Но это будет не государственный визит со всеми почестями. То есть без банкета и личной аудиенции у Ее Величества. Формат приема понизили до рабочего визита, который состоится в рамках европейского тура. Раньше спикер британского парламента сообщил, что депутаты Трампа не ждут. Так что не будет и традиционной речи. Впрочем, демонстранты все равно собираются на массовые протесты во время приезда президента. Из-за чего конкретную дату визита сообщать не спешат. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Выйди за меня. В 17 городах Украины сегодня состоялись марши за права животных. С кошками и собаками люди вышли на улицы. От кого они хотят защитить тех, кто не может за себя постоять? Подробности в сюжете. В Киеве несколько тысяч участников марша прошли колонны от парка Шевченко до площади перед парламентом. За защитники требуют от властей разработать действенный механизм борьбы с теми, кто издевается над животными. И хотя де юре закон существует, де-факто он не работает. За законом посилюется відповідальность за жорстоке ставлення до тварин до восьми років, позбавлення воли, забороняются пересувні зверинці, тобто пересувні з цирки. Інше питання, що всі плювати хотіли на цей закон, цирки продовжують гастролювати, живодерів не можуть посадити. В Днепре участниками марша стали более трехсот активистов. Александр пришел с трехмесячным Амиго. Это його лучший друг, помощник і полноправний член семьи. При правильному виспитанні це ще може бути і помощник, і охранник, і поводи, і дуже багато направлений, чем собака. І собаки служат в арміях, і собаки служат на пограничних войсках, обнарують наркотики, помогають ловити преступників. Собака – це вообще многофункціональний такой, ну, як чоловік, тільки сказати не може. Волонтеры рассказывають, в последнее время на улицах существенно увеличилось число беспризорних собак і кошек. В приютах животные оказываются из-за равнодушия і жестокости людей. Поэтому зоозащитники решили сказати – хватит. Не знущайся над тваринами! Животные – це не мусор! В Ужгороде на улицу вышли около 150 человек со своими питомцами. Пес Майк – інвалід. Его сбила машина, волонтеры выходили. Но передвигаться самостоятельно он не може. Неравнодушні люди собрали 250 євро і приобрели спеціальну собачу каляску. Ми маємо допомогти і сказати за тварину, що ми є, ми живі, ми також маємо відчуття. Ми можем відчувати і бір, і радість, але ми не можемо це сказати. І тому ми прийшли сказати за тварин, що любить нас, ми тут є, ми біля вас, і ми ваші друзі. Зоозащитники уверены – общество вже готово взрослеть. Поэтому вони продолжат борьбу. После офіційной части во всіх городах подписали документ, в котором определили цели совместной роботи до 2025 року. Інна Томина, Магда Кривовяць, Елена Миндалюк, Марина Коваль. Подробности – телеканал «Интер». Какой новый талант нашла у себя Бритни Спирс? Сколько стоит самый дорогой комикс? И почему не стоит целоваться с рыбой? Об этом и не только в нашем обзоре. Комикс за полтора миллиона евро. Оригинальная іллюстрация к рассказам об Астериксе ушла с молотка в Париже. Стартовая цена была в семь раз меньше. Рисунок под названием «Астерикс и банкет» был эскизом обложки комикса 1964 года. Над ним работали Альберто Удерзу і Рене Гассини. Они же оставили под іллюстрацією свої підписи. Бритни Спирс решила заняться живописью. На своей странице в Твиттере певица выложила видео, где она рисует в саду своего дома. Правда, в начале ролика видно, в основном только саму Бритни і її откровенний наряд – шортики і приспущеннюю на плечах рубашку. На следующих кадрах она трудится над своим шедевром уже в новом одеянии. Фанаты поспешили прокомментировать видео поп-звізды. Дескать, її роботи можуть потягаться с полотнами Ван Гога і Пікассо. Як астронавты развлекаются в космосі? НАСА опубликовало видео, де участники миссії на Международной космической станції показывают трюки со спиннером. Астронавты самыми разнообразными способами раскручивают популярную игрушку, которая долго вертится в невесомости. А затем сами выполняют несколько трюков, вращаясь вокруг своей оси. Поцелуй с рыбой едва не стоил жизни британскому рыбаку. 28-летний Сэм Квиллиам решил после удачного улова по традиции поцеловать 14-сантиметрового морского языка. В этот момент рыба буквально запрыгнула в рот мужчине и перекрыла дыхание. Сэм даже пережил короткую остановку сердца, пока в машине скорой помощи рыбу щипцами вытаскивали из горла. Забег на полтора километра с подносами. В Аргентине официанты соревновались, кто самый быстрый и ловкий. По правилам конкурса на подносе у участников стоят две бутылки и стакан. Первый подобный забег в стране организовали еще в 1908-м, когда семь официантов поспорили, кто из них быстрее. С тех пор соревнования ежегодно привлекают внимание сотен зрителей. На этот раз первой к финишу пришла официантка одного из столичных ресторанов. Собака-спасатель в Мексике поступила в ряды армии. Семилетняя самка лабрадора по кличке Фрида стала национальной героиней, когда во время землетрясения в сентябре нашла под завалами 12 человек. Всего за последние пять лет ей удалось спасти жизни более полусотни пострадавших. В прошлом году Фриду даже приглашали на работу в Эквадор, Гватемалу и Мексику. Это все новости на сегодня. Приятного вам воскресного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова